Большую часть времени Михаил Казини гастролирует по всему миру с лекциями, концертами и творческими вечерами. Он автор 64 фильмов о мировой музыкальной культуре. Одним из приоритетных направлений его деятельности является работа с молодёжью. Многие его называют просветителем. И действительно, сила его воздействия на аудиторию огромна. Со своими слушателями он говорит не только о музыке, а ещё о поэзии, философии. Поэтому на встречи с ним ходят не только любители классической музыки, но и представители самых различных круговой профессии. Любое выступление Казиника – это событие, благодаря его удивительному дару рассказывать о культуре и искусстве. Человек, который приходит к искусству, говорит Михаил Семёнович, познаёт совершенно другой, параллельный мир. Всё искусство, считает он, приносит радость, даже если оно говорит о чём-то печальном. Искусство – оно единственное, что сражается с нашим страшным знанием. Мы рождаемся на этой планете, мы получаем разум, начинаем жить, расти, по мере роста мы понимаем, что мы не только живём, мы ещё приближаемся к тому страшному, чего все боятся – к смерти. А есть ли противоядие? В материальном мире нет, в духовном есть. То есть искусство – это вечное доказательство бессмертия. Культура есть то, что не имеет начала и не имеет конца, как всё божественное. Свою первую встречу с ученцами Михаил Казиник назвал «встречей радости», считая, что с ученцем она сейчас не помешает. Праздник закончился, Олимпиада прошла. Многие могут впасть в депрессию, считает маэстро. А своими творческими вечерами посредством музыки он надеется настроить с ученцем на оптимизм. Было так весело, так хорошо, так здорово. А теперь никого нет, и мы опять живём так, как жили подряд 10 лет, 20. Тогда для этого всё равно нужны встречи радости, чтобы показать, что карнавал духа никогда не заканчивается. Вот поэтому мы и задумали такую идею. Первая встреча уже завтра. Приедет профессор в Сочи и в августе. Курортные города, отмечают Казиник, всегда считались центрами культуры. Здесь туристы рассчитывают не только на отдых тела и души, но и духа, добавляет он. Мы пошли чуть-чуть дальше, не договариваясь, не согласовывая, потому что кроме превью системного фестиваля, второй этап будет в августе, уже завтра на первом концерте те, кто придёт на эту встречу, они получили абонемент «Можно ли жить без музыки» на пять концертов, которые состоятся в течение 2014 года уже в рамках нашей программы. В Сочи в этом месяце музыковед выступит во всех районах города. С 2015 года встречи радости с Михаилом Казинником уже будут ежегодными. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.